В России на государственном уровне разработан законопроект, который призван объединить страховую систему помощи по восстановлению жилых помещений, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Причиной обращения к данной теме стали разрушительные наводнения в Крымске, Ейске и на Дальнем Востоке. Предвидеть стихийные бедствия, пожары и аварии невозможно, но защитить свое имущество – первоочередная забота каждого собственника жилья. Эффективная реализация программы позволит добиться сразу несколько важных целей, среди которых такие как вовлечение населения Краснодарского края в единую систему добровольного страхования жилых помещений, обеспечение адресной помощи пострадавшим гражданам, сокращение бюджетных затрат, привлечение следств страховых организаций в жилищную сферу на цели предупреждения страховых событий, в том числе чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Для участия в программе на конкурсной основе было отобрано 11 компаний. В каждом муниципалитете края на условиях единой системы добровольного страхования будет работать только одна. При этом для всех организаций сохраняются единые тарифы, перечень услуг, методика оценки поврежденного имущества. Краевые субсидии частично предоставлены Фонду развития жилищного страхования. При наличии договора о добровольном страховании данная организация будет осуществлять компенсационные выплаты в размере 30% от нанесенного ущерба, остальные 70% будет выплачивать страховая компания. Во-первых, это некоммерческая организация, не ставящая перед собой цель получения прибыли и распределения этой прибыли между учредителями и, соответственно, участниками Фонда развития жилищного страхования. По условиям программы под страховку попадают квартира, жилой дом или его часть комнаты в квартире или частном доме. Страхование не распространяется на хозяйственные постройки. Заместитель директора департамента по финансовому и фондовому рынку Андрей Аксенов рассказал о начале информационной кампании в Армавире, в ходе которой планируется подробно рассказать горожанам об условиях программы. Специалисты уверены, что через несколько дней она позволит увеличить долю застрахованного имущества в регионе с 3% до 20-30%. Программа страхования жилых помещений в Краснодарском крае позволит не только привлечь средства страховых организаций в жилищную сферу, но и сократить бюджетные затраты при повреждении или уничтожении жилищного фонда.